Полковник Солнцев учтиво перебил. Мне кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе размеры настоящей войны. Конечно, я не могу не приветствовать ваше прекрасное пожелание нашей доблестной армии войти в Берлин, но опасаюсь, что сделать это труднее, чем вы думаете. Я со своей стороны полагаю, что важнейшая задача прессы в настоящий момент подготовить общество к мысли об очень серьезной опасности, грозящей нашему государству, а также о чрезвычайных жертвах, которые мы все должны принести. Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Солнцев продолжал. Мы не искали этой войны, и сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами в количестве артиллерии и в густоте пограничной сети железных дорог. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполняют возложенный на них долг, но было бы весьма желательно, чтобы общество со своей стороны тоже прониклось чувством долга к отечеству. Солнцев поднял брови. Я понимаю, что чувство патриотизма среди некоторых кругов несколько осложнено, но опасность настолько серьезна, что я уверен, все споры и счеты будут отложены до лучшего времени. Российская империя даже в 12-м году не переживала столь острого момента. Вот все, что я хотел бы, чтобы вы отметили. Затем нужно привести в известность, что имеющиеся в расположении правительства военные лазареты не смогут вместить всего количество раненых. Поэтому и с этой стороны обществу нужно быть готовым к широкой помощи. Простите, полковник, я не понимаю, какое же может быть количество раненых? Солнцев опять высоко поднял брови. Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать 1250-300. Антошка Арнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уже почтительно, сколько же нужно считать убитых в таком случае? Обычно мы считаем от 5 до 10 процентов от количества раненых. Ага, благодарю вас. Солнцев поднялся. Антошка быстро пожал ему руку и, растворяя дубовую дверь, столкнулся с ходившим атлантом, чахоточным злохмаченным журналистом в помятом пиджаке, уже со вчерашнего дня не пившим водки. Полковник, я к вам насчет войны, проговорил атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубахи. Ну как, скоро берем Берлин?